Всем доброе-предоброе утро! Мы тут валяемся, смотрим мультики. Скоро Дану буду укладывать в обеденный сон. Я сейчас лежу, вернее, смотрю канал. Короче, видео про развивашки детские. Мальчику 2 и 3 года. Тоже очень интересно. Вот, и мы варюхаемся. Я уже протерла везде пыль. Все пособирала, поубирала. Нужно будет, когда сейчас Дану уснет, просто помыть пол в этой части дома. Потому что у нас ванна и туалет чистые. Вот, все. А еще хочу отмыть кухню. Ну, как отмыть? Чуть-чуть отмыть. Привезти хотя бы, сделать косметический внешний вид приятный. Вот. И, блин, прикиньте, я с каждым месяц вообще перезакачиваю себе профиль, там, где я слушаю аудиокниги, для того, чтобы пользоваться месяц, типа, я приглашаю нового, типа, пользователя. И вот новому пользователю, типа, есть месяц. Вот. Короче. А если ты напрямую качаешь приложение Storytel, то у тебя 2 недели дается бесплатно. Если, типа, тебе присылают друг ссылку, и ты по ней, типа, переходишь и регистрируешься, тогда у тебя месяц. И я забыла перерегистрироваться, и в этом месяце заплатят 200 гривен за аудиокниги. Ну, ничего страшного. Обычно я хитрю, а в этом месяце решила заплатить. Вот это всё красивое. У нас кулаки лежат, как болят обидно зубы. Ещё я прям даже не знаю. Андрей поехал работать. Кстати, нам зашла вот эта покупка с игрушкой, типа, накормить дятла, там, где червячков нужно доставать и бросать в клювик. Да, он уже держит дятла, уже дятлом понял, как доставать эти магниты, уже играется. И он сам берёт, приносит и просит играть ей. Вот, понравилась ему эта игрушка. Ну, она, правда, сама залипательна, потому что мы вчера вечером с Андреем тоже вместе с данным играли у неё. Правда, ну, она интересна, потому что, не знаю, ну, увлекательна, на самом деле. Она такая успокаивающая эта игра, кайфовая. Вот. Так что такие вот у нас две листики. Так, ну что, я поубирала. В общем, протёрла только что наш велик Дуну, потому что он был такой грязненький, типа, чистенький. Ну, естественно, я шины не потеряла, не протирала, потому что они всё равно сейчас будут грязные. Вот. А сам велик весь протёрла. Теперь он чистый. И дома я полностью помыла пол, всё почистила, всё поубирала. Так что дома чистота, порядок. Всё очень пахнет вкусно. Налила себе колы, насыпала себе финики. Сейчас пойду, буду краситься, приводить себе в порядок. Планирую с Даном сегодня выйти гулять. Так, у меня уже проснулся Дан. Я практически успела собраться, ну, привести себя в порядок, накраситься. Ну, конечно, вот одна бровь началась, краситься вторая ещё нет, но я её туда же ещё не докрасила. Не бей Мику. Мика хорошая. Мика хорошая, да? Вот она, зелёная зелёная. А, вот тут Мика. Господи. Мика. Я начала слушать новую книгу. Книга называется «Самая важная книга для родителей». Она состоит из трёх томов. И там три, ну, три, три типа части. Слушать её 20 часов. Я представляю, какая она толстая, наверное, страниц 800. Вот. Безумно интересная. Мне нравится озвучка, нравится темы. Ну, то есть уже очень интересно слушать её. Не скучно. Я уже полтора часа её прослушала. А, нет, час я её прослушала, и осталось мне слушать ещё 19 часов. Правда, суперинтересная об общении с ребёнком, обо всём сейчас идёт. И это, правда, очень интересненько. И я понимаю, что, да, мне нужно, наверное, больше контролировать себя, потому что в одной из тем нужно было... Ну, то есть там как бы идёт это всё уроками, и после урока нужно есть домашнее задание. И был урок про общение, про то, какой ты выдаёшь эмоцию ребёнку больше в день, негативный или позитивный, то есть в каком-то ключе больше обращайся к ребёнку с замечаниями, с каким-то этим. Или с... Больше типа какой ты у меня хороший, какой ты молодец, какой красивый, и всё-ка такое. И я понимаю, что, наверное, да, я всё-таки всё равно меньше его хвалю, и меньше к нему ласкательно отзываюсь за день. Ну вот по самому самоотношению... Что это? Соотношению, вот. К тому, как часто то или то я говорю. Я понимаю, что, наверное, больше я... Да, ну говорю, ну-ну. И так нельзя. Или типа ай-яй-яй. Нежели я говорю, какой ты молодец. И это тоже очень важно. Поэтому... Ну и я такие книги очень люблю, на самом деле. Мне их безумно интересно слушать, потому что я очень много чего для себя подчёркиваю и понимаю, и это улучшает моё понимание ребёнка и моё отношение с ребёнком. Допустим, не знаю. Ну, в общем, мне нравится. Я думаю, Дану тоже нравится. Да? Ты пошёл за Микочкой? Мик, иди к нам. Мик, иди сюда. Давай, чтобы мы туда не бежал, прийди к нам. Микочка. Микочка. Мик, иди сюда. Иди ко мне. Иди на. На, девочка моя. Мика. Мика. А, запрыгнула Мика, да? Давай ты запрыгивай. Так, ребёнок закомандовал, что хочет мыться. Я, в общем, не сопротивлялась, естественно. Отправила его мыться. А тем временем сама займусь пока вот этим. Вот этим вот. Но перед этим вот этим вот. А мы тут вышли, короче, гулять. Встретили нашу козу, как обычно. Одну, вторую. И пришли их кормить. У Дана какая-то аллергия выскочила. Не знаю на что. В общем, разберёмся. Что, козулечка, да, Дан? Козуля, это ты? Коза, да? Она такие золки делает. Коза. Коза, да? Коза. Коза решила Кири облезать. Тут всю руку давай. Угу. Кожи. Да. Давай ручку. Давай, повказывай лопатку. На. Ты доволен? На. Ой-ой-ой. На, ещё раз. А вторую жалко, к ней не подойти. И она не сможет подойти. Может, кинем ей? Класс. Давай. О, она сейчас найдёт, я думаю. На. А я думаю, шо не. Хочешь, пойди её покорми? Ну, дай. На, две печеньки ей. По чуть-чуть. Ну, что, мы уже с прогулочкой возвращаемся домой. Сходили только что к Севпокире, купили мыльные пузырики. А да, ну я зашла в Назари, то есть хотела взять книжку от издательства Ранок, там, типа, за Снайк или как-то так. Вот. Короче, сегодня, представляете, я говорю, боже, у вас ещё вчера была эта книжка. Наверное, её уже забрали вчера. А же ещё сотня девочка, представляете, забрала. Ну, я взяла тоже вторую, там тоже про сон, про то, как все зевают животное. Вот. Там, типа, нужно открывать животного ротик, и он зевает. Называется позихушки. Вот. Так что будем читать перед сном, потому что Дана уже заходит в прям книжки, типа, смотреть, рассматривать. Перед сном он ложится на подушку, и мы с ним все-все книжки его смотрим. Только тогда он засыпает. Вот. Идём домой, потому что ребёнок уже хочет ужинать. Вот, сейчас нужно будет накормить, помыть и уложить. Так что, в принципе, такие вот у нас два. Дан довольный. Кстати, нам с коляской так и не звонили. Её только забрали. Ну, я так понимаю, с понедельника как минимум нам позвонят. Но мне сегодня уже даже приснилось, что нам починили коляску. Я расстроена. Хочу другую коляску. Ту, которую я хочу. Ну, ладно. Мы идём. Всем приветик. Мы сегодня уже успели много дела сделать. Съездили только что в магазин. И мы идём сегодня к родителям в гости, потому что приезжают наши родственники. Заезжали только что в метро, и я уже наконец-то купила первую картину из тех трёх картин, которые я хочу повесить в комнату Дана. Одна из них – это вот такой вот морсик. Он просто такой миленький, такой цветной. Там есть ещё ламы и есть ещё жирафы. Вот я хочу семью жирафов, ламу и этого пса. Привет всем, ребята. У нас Андрей уже поехал на работу. Вот, а мы с данным сегодня дома. И я сейчас уже готовлю нам чечевичный суп. И готовлю приготовленного риса, вернее, голубого с вермошелькой. Вот, и сейчас хочу просто я себе насыпала, на вермошелье и достала руку. И вот, отделяю раскоробки от косточек. Тщательно проверяю и уже поставлю, чтобы потом залить только ёшечки с подзубчиками, и перебундарить там, но я пообедала там. И я сейчас с сыном пообедаю. Вот. У нас уже пришёл наш загранпаспорт, поэтому у меня плана, что мы сейчас... Он проснётся, покушает, и мы с ним съездим к сна, забрём паспорт. Вот, посмотрят, цена работает или нет. Но, по идее, я смотрела, что он открыт. Вот. Так что, может быть, надо взять, и нам удастся себе не забрать. Вот, так что такие вот у нас дела. Никогда не пробовала зубчиками, и мы заказали, наконец-то я решила приготовить, попробовать. Как я уже понимаю, он мне не нравится, но он мне не нравится. Ну, во всяком случае, всем придётся съесть большой танцом, потому что мы его готовим. Какие вот у нас делишечки. Я так боюсь давать рыбу, потому что боюсь, попадётся косточку. Я не знаю. Я думаю, очень, да, очень-очень стрёмно. Я думаю, тщательно перебираю, перебираю, но всё равно, боюсь, что где-то я не замечу косточку. Как вы рыбу даете детям? Как вы проверяете косточки? Есть у вас такой страх, что вдруг вы эту косточку не заметили? Дети вообще рыбу дали. Тоже интересно. Мы данный дом, да не давали рыбу, просто честно. Может, один раз когда-то у бабушки он делал с насосом, корешечку. А так мы не давали рыбу, не давали рыбу. Потому что мы сами не всегда часто любили. Вот, всё-таки, я думаю, достаточно мясо. Хочу пообедать, пока наш вкусный человек спит. Пожелай прощайку. Вот, всё. Вот, много получено, немного сравнился, с собой. Знаю, чуть-чуть пахнул, потому что у него будет. А так, в принципе, всё будет. Я хочу сейчас допить второй кофеёчек, который я себе сделала. И мы, наверное, поедем проверим, цена работает или нет. Если не работает, то просто хотя бы прогуляемся. Я вижу, что у меня тут бровь как бы разыгралась во всех красках. Поэтому давайте подправим это. Потому что совсем как-то не очень. Сейчас. О, господи, как же это. Тяжело открывать. Давай. Вот. И вы видели, вообще, мой маникюр, как он отрос. То есть, делала две недели назад. Я уже хочу пойти и снова сделать. А так как я хожу в модели, я не могу записаться в любую секунду. То есть, это тогда, когда выставляют, что нужны модели на курс. Вот. И проблема в том, что я определила, что мне не обязательно наращивание. Ну, я вообще пошла бы сейчас на что угодно, потому что его уже срочно надо сделать. Потому что, посмотрите на это вот ужас. Две недели он относился. Смотрите. Идеальный маникюр. Проблема в том, что я выяснила, что, да, все-таки моя теория не ошибочная. И мне нужен мастер, который стоит 800 гривен, который работает дорогими материалами. Вот. Так, как я и попала вот к девушке, у которой сделала. То, что две недели я готовила, мыла, убирала, мыла, 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 посуду мыла. То есть, вообще не жалела никак этот маникюр. Ни одного скола, ни одной отслойки, ничего нет. То есть, реально материал держится на моих ногтях. Вот. Поэтому, конечно, мне нужно к ней попасть обязательно. Кому попало, я не пойду. Боже, вы видите эти синяки под глазами? Что это за ужас какой-то? Не знаю, что это. Но я в это последнее время расстроенная хожу. Я не знаю, по каким причинам. Ну, типа, вообще нет причин для грусти. А я что-то просыпаюсь, и как-то уже сразу нет настроения. В общем. Поток мыслей. Начиналась с напа и прогулки. Кофейка закончила синяками и тем, что я грустна. Вернее, не грустна, я без настроения. Я хочу себе, знаете, что заказать? Этот автозагар. Такой, типа, мужчанчик прикольный. Вроде по отзывам отличный. Вот. И Андрею нужно заказать гид для душа, чтобы привезли. Вот. Поэтому сейчас, наверное, этим займусь. Или, наверное, я этим сейчас не... Нет, я быстро закажу и быстренько соберемся, и мы сходим в магазин. Ой, в этот ЦНАП поедем. Так, ну что, мы суперлегко добрались. Мы близь к ЦНАПу. Сели на троллейбус от нашей остановки. Проехали две остановочки. Я одной левой ребенка, одной правой велосипед. И это оказалось очень легко. Мне кажется, с коляской было бы сложнее, потому что она была тяжелее бы. Вот. Мы легко зашли, сели, проехались. Да, было очень интересно, потому что там, короче, необычные какие-то ощущения. Проверили сестра. Вот. Мы идем сейчас проверить, работает ЦНАП или нет. И, может быть, мы, наверное, с Даном съездим в Скаймолу. Я хочу сходить на сайт, посмотрю, что это подкидка. Вот. Посмотрим. Сейчас будем думать, поедем мы или не поедем. Точно пока еще не знаю. Но есть такая идея. А там я подумаю, насколько она реалистична у меня. Так, ну вот мы и выяснили, что ЦНАП 100% закрыт. Хотя на сайте пишет что-то открыто. Ну ладно, значит, мы и едем в Скаймол. Так, то, что мы, наверное, все-таки с Даном приняли решение пройти по парку, да поехать домой тогда. Потому что, в общем, командно мы пришли к решению тому, что мама не сможет спокойно сходить сюда и спокойно что-то выбрать. Ты что, пищишь? Ну ты даешь. Ну ты даешь, жук. В общем, додумавшись к такому решению, мы вроде все счастливы. Ну, да, он возмущен, естественно. Потому что ему, в принципе, как бы не сильно понравилось, что мама его куда-то поперла. Но ничего, сейчас в парке реабилитируемся. Думаю, настроение у всех подымется. Ну, подумали, что что мы тогда поедем одни, если мы с Андреем поедем. Вот. Может быть, тогда что-то Андрею прикупим. Потому что вроде как там дополнительные скидочки еще есть. Вот. Хочу обязательно поехать. Таковы наши решения с Даном. Будем гулять в парке. Мы нашли с Даном идеальную площадку, где нет никого. Кроме бабушек. Вот. И теперь можем тусить спокойненько. Мы с Карапузиком вернулись домой. Выдала ему смузи. Ест смузи и играет со шкафчиками. Кушай смузи. Кушаешь смузи, да? Мика хочет домой. Сейчас. Ну, пустим тебя, собака наша. Закрываю дверь, потому что бежит на улицу. Бежит на улицу, потом бежит резко в кровати. Короче, все это с тапочками очень сложно. Поэтому закрываю. Дозирую, в общем, так сказать, улицу. У нас уже давно приехал Андрей домой. И мы съездили в 7 месяцев магазин и закупились. Так, что мы купили? Зая, белизна развелась. Зая, это не белизна. Хорошо. Мы купили средство для прочищения труб. Я не знаю, зачем мы такое средство купили. Походу я вам флотобируюш. То есть, когда вы с пинточкой берете пинточки? Ну, я дотянулся к пинточке, я сказал, о, да, возьми с пинточкой. Взяли baby-бананы, поскольку они на 40%, но мы их съедаем просто очень быстро. Так, взяли виноград. Взяли сухарики. Поэтому, ребята, если Андрей уже опрыщит, это он поел сухарики, а не потому что он бреется. Так, мы взяли себе, я взяла себе вот этот кинт-пинч. Взяли на кухню шалфетки, потому что они у нас закончились уже. Андрей взял себе гараж. Мы взяли творог, помой его, пожалуйста. Мы взяли полу, помой его, пожалуйста. И мы взяли филе. Да, Заяц, мы дезинфицируем все эти самые упаковки. Да, молодец. Но именно так и есть. Господи, наши тумбочки не закрываются от количества этого. Именно на дорогу с огня, как выставить на улицу, это все. Еще мы купили, короче, я же вам не показывала. Возвчера, вернее, вчера, мы купили картину по номерам вот такого песика, данным в комнату. Мне еще для коллекции нужна лама с мыльными пузырями. И сегодня я увидела в Новусе семейство жирафов. Вот. И потом я когда разрисую три картины, ну вот две у меня есть, еще ламы нету. Вот когда мы разрисуем три картины, этих все, которые я назвала, то я еще подумаю, может быть, еще чего-то добавлю в комнату к данным. А там есть еще енотик прикольный, есть много разных животных из этой серии. Я хочу посмотреть, что я больше хочу. Я тут сижу, разрисовываю для Даны картиночку в комнату. Господи. Вот такую красивую. Очень это дело люблю. Мне прям это очень, очень-очень нравится. Класс.